Здравствуйте! В эфире новости АТН. В студии Александр Тихонов. Коротко о главном. Будем крутить, подкручивать, потому что платить нечем. Пенсия очень маленькая. Экономить и платить меньше. Какие нововведения с нормами и субсидиями ожидаются осенью? Как показывает практика, все это абсолютно незаконные действия. Отследить, сдали ли тысяча родителей по 50 гривен или 1100. И куда эти деньги распределились, абсолютно не имеют возможности. Сборы или поборы. Родители учеников снова восстают против неочередных расходов на нужды школы. Чиновники же говорят все по желанию самих родителей. Ребенок должен понимать, что я – это я. Мое тело – это мое тело. И только я могу решить, что мне с ним делать. Как обезопасить ребенка от общения с извращенцем? Психологи советуют информировать детей об элементарной анатомии с 5 лет. Итак, подробности. Уменьшение социальных норм потребления газа и новые правила при остановке субсидий за долги. В Кабмине внесли изменения в программу назначения госпомощи на оплату коммунальных услуг. Какие нововведения ждут украинцев осенью, знает Лариса Говина. Норму потребления газа для абонентов без счетчиков в Кабмине решили уменьшить на 25%. Соответствующее постановление было принято в августе. Действовать нововведение будет с 1 октября нынешнего года. Вместе с нормами для потребителей без счетчиков Кабмин снизил социальную норму для получателей субсидий на газ. Правда, это коснется лишь тех, кто использует его для приготовления пищи и подогрева воды. На приготовление пищи и подогрева воды до фактического поживания этих услуг. С 1 журнала 2017 року действуют такие новые социальные нормативы на газ. Первое. На газовую плиту приготовления пищи 3,3 м3 на особу. Ранее цифра была 4,4. На газовую плиту приготовления пищи и подогрева воды 5,4 м3 на особу. Ранее было 7,1. На газовую плиту и водонагревач 10,5 м3 на особу. Ранее было 14 м3. После новых норм, уверены в правительстве, люди, которые не установили прибор учета, станут платить меньше. А получатели субсидий будут использовать топливо более экономно. Однако, если часть харьковчан говорят, что действительно начнут прикручивать газ, чтобы суммы в их квитанциях не увеличивались, другие настаивают, экономить еще больше уже не смогут. Будем крутить, подкручивать, потому что платить нечем. Пенсия очень маленькая. Нельзя ее уменьшать, эту социальную норму, потому что газ идет не чистый. Газ идет. Идут примеси. А газа там очень мало. Там, наверное, 15% чистого газа. А все остальное – это примеси. И нет тепла, и нет, так сказать, КПД, коэффициента полезного действия. Поэтому нельзя этого делать. Нельзя уменьшать. Помимо уменьшения социальных норм, в программе назначения субсидий изменился и механизм расчета госпомощи на оплату услуг ЖКХ. Период, за который учитываются доходы претендентов на субсидию, теперь сокращен. И он составляет два последних квартала вместо четырех, как это было раньше. Кроме того, отныне подать заявление на субсидию могут не только опекуны несовершеннолетних детей-сирот, но и те люди, под чьей опекой находятся взрослые, которые по той или иной причине утратили дееспособность. Также по-новому органы социальной защиты будут решать, приостанавливать субсидию или нет должникам. Сегодня это вопрос регулировано, и регулировано оно 20 неоподаткованными минимумами доходов граждан. То есть, как считается, если у вас возникла заборгованность, и она больше, чем 20 неоподаткованных минимумов, что сегодня складывает 340 гривен, то вам субсидия призупняется. Если эта сумма меньше, чем 340 гривен, то субсидия вам не призупняется. Из более чем сотни получателей субсидий, которые накопили долги за прошлый отопительный сезон, не погасили эту задолженность и не оформили договор реструктуризации – около 20 тысяч. Всего же в этом году потеряли право на госпомощь по оплате коммуналки – около 50 тысяч семей. Основные причины – дорогостоящие покупки, рост доходов из-за повышения минимальной зарплаты в два раза и неплатежи обязательных сумм. Лариса Говина, Олег Мартынюк, Агентство телевидения Новости. Родители учеников одной из харьковских школ протестуют против внеочередного сбора средств на нужды класса. Говорят, что и так собирают деньги слишком часто и по многу, а вот отследить, на что они направлены, не так уж и просто. До начала учебного года еще несколько дней, а статья расходов на школьные нужды в 172-й гимназии уже превысила все разумные пределы, говорят родители. При этом даже собрания еще не проводили. Сбор денег начал председатель родительского комитета, решивший, что в классе срочно нужно поменять лампы. Кто сдал, кто не сдал. Естественно, все ведомости – это абсолютно фельдкина грамота. Я могу потребовать от руководства школы, чтобы они предоставили мне документы. Но, как показывает практика, все это абсолютно незаконные действия. И отследить, сдали ли тысяча родителей по 50 гривен или 1100, и куда эти деньги распределились, абсолютно не имеют возможности. Тем временем в школе уверяют – сбор денег – дело исключительно добровольное. И это именно родители сочли, что освещение класса нуждается в модернизации, а директор учебного заведения просто пошла им навстречу. По всей видимости, у родителей в конце августа возник вопрос замены ламп. Это была инициатива родителей, не моя, естественно. Родители завезли лампы. Когда они ко мне пришли и спросили, можно ли поменять, я, естественно, не возражала. Там все лампы работающие в классе. Может быть, они просто старого образца. Вот только как оказалось, инициативу эту одобрили далеко не все родители. Некоторые из них категорически против бессмысленной траты денег. Говорят, совершенству нет предела, и с таким успехом можно каждый год менять в классе шторы, переклеивать обои, обновлять парты. Поэтому подобные решения правильнее было бы принимать на общем собрании, а таковых за лето не было. Да и состояние классов никто не оценивал. Сообщения с просьбой сдать средства они получили в группе одной из социальных сетей. Там же удалось найти ответ главы родительского комитета Оксаны Кадуцкой, которая пишет, что все собранные деньги учтены в специальном документе о сборе благотворительных средств. Отсутствие предварительного родительского собрания объясняет тем, что сейчас век информационных технологий, и такие вопросы вполне можно решить с помощью интернета. Подобные споры – это не редкость. И чтобы прояснить ситуацию и сократить число жалоб от родителей в июне 2016 года, была создана рабочая группа по изучению вопроса привлечения внебюджетных средств в учебных заведениях, говорит Ольга Деменко, директор Департамента образования Горсовета. Если в 2016 году в Департамент образования, ну то есть к городскому голове, к заместителям, в Департамент образования пришло 79 жалоб на привлечение внебюджетных средств, то в 2017 году таких жалоб было только 10. Использовать деньги родителей никто не запрещает, говорит Анатолий Бабичев, руководитель аппарата Харьковской облгосадминистрации. И добавляет, что дабы избежать дальнейших споров, следует все делать с закона. А именно, сдавать деньги не наличными, а переводить на специально созданные для этих целей благотворительные счета, распорядителями которых должны быть представители родительского комитета. На сегодняшний день нет 100% обеспечения материально-технической базы школы. Информация по этому вопросу размещена на сайтах управления образовательных школ и детских садов всех районов города. Она же должна быть и на информационных стендах образовательных учреждений. Светлана Иченина, Олег Мартынюк, Агентство телевидения Новости. Как обезопасить ребенка от общения с извращенцем? Психологи рассказали, какие темы нужно обсуждать с детьми уже с пяти лет. Напомню, как сообщали новости от Н, 42-летний мужчина, житель села Липце, развращал несовершеннолетних мальчиков в 10 и 11 лет в течение длительного времени. Он давал им конфеты, а иногда деньги. Репортаж Натальи Белокудри. Извращенец оказался соседом детей. Все они живут в поселке Липце под Харьковом. Как выяснили правоохранители, дети долгое время терпели общение со странным мужчиной и ничего не говорили родителям. Развернулись о батьках 10-летних подлитков, которые написали заяву про смолтывание и разрушение относительно остальных, которые произошли с начала 2015 года по 2017 год. Извращенец задержан. По данным полиции, у него действительно были проблемы с психикой. Сейчас следователь устанавливает все детали этого происшествия. Практикующий психолог Ирина Найденова рассказывает, своих потенциальных жертв такой психотип тщательно выбирает. Он тратит годы на общение с детьми, чтобы максимально войти к ним в доверие. Они фиксируют, какие дети эмоционально заброшены, какие дети тянутся к чужим людям, какие дети хотят общаться. И это именно те дети, занятые, к сожалению, в нашем обществе родители, которые кладут всех себя на то, чтобы заработать деньги, на то, чтобы создать комфортные условия жизни для себя, для своих детей. Советы родителям от психолога – информировать своего ребенка об элементарной анатомии, различии по лоб. Причем делать это, начиная с пятилетнего возраста. Не ждать, пока ребенок станет подростком. А вот уже с 12-летнего, 13-летнего возраста ежедневно интересоваться, как прошел его день, какая компания друзей окружает чада. Ни в коем случае не стыдиться и не увиливать от вопросов ребенка, связанных с сексом и половым созреванием. Ребенок должен понимать границы себя, границы собственной личности, собственного тела. Никто не имеет права дотрагиваться, просить показать какую-то часть тела. Никто не имеет права предложить пойти посмотреть на что-то, что ребенка может заинтересовать. Ребенок должен понимать, что я – это я, мое тело – это мое тело. И только я могу решить, что мне с ним делать. Факт педофилии, зафиксированный в Липцах, внесен в Единый реестр досудебных расследований, статья 156. Развращение несовершеннолетних Криминального кодекса Украины. Если вину Липецкого извращенца докажут, ему грозит до 8 милей от лишения свободы. Наталья Белокудрия, Андрей Домову, агентство телевидения новости. В эфире новости АТН и далее в региональном выпуске. Он говорит, это моя собака, что хочу, то и делай. Я говорю, не ври, эта собака не твоя, я знаю хозяев. Они мне заказали эту собаку убить. Заказное убийство собственной собаки. Хозяева решили умертвить овчарку руками бездомного. Это тренер воспитал этих людей. Они за ним тянутся, они ему верят. И следуют за ним. Получилось, как бы, в нашей ситуации получилось так, что школа пошла на поводу к меньшинству и сместила тренера. Скандальная смена наставника. В Харьковской спортшколе Олимпийского резерва родители юных хоккеистов спорят о развале успешной команды. Мы смогли найти такую же часть в Германии. И хотим сказать, что немецкие спасатели пользуются таким же оборудованием. Компьютер, экипировка и своевременный выезд, как пожарную часть в Харькове, реконструировали по немецкому образцу. Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. Зверская расправа над собакой средь бела дня. Хозяева овчарки решили умертвить животное руками бездомного. Анна Ивановна как раз гуляла около дома, когда ее внимание привлек бездомный, тащившись за собой на поводке собаку. Животное сопротивлялось, а минуту спустя в четверолапой она узнала соседскую овчарку Герду. Пенсионерка пошла следом за мужчиной и стала невольным свидетелем жуткой сцены. Прямо здесь, за углом, под мостом, средь бела дня он стал наносить удары молотком по голове пса, словно по наковальне, вспоминает с ужасом женщина. После нескольких ударов молоток слетел с ручки. Израненная овчарка сумела вырваться из рук злодея и доковыляла к дому хозяев, говорит Анна Ивановна. Чтобы наказать изверга, женщина обратилась к знакомым зоозащитникам и волонтерам, которые не раз помогали ей пристраивать бродячих пушек и собак. Да, мы приехали около 9,5, уже темно было, постучали в дверь к хозяевам собаки, она показала, где живут хозяева собаки, и попросили показать собаку. То есть мы думали, что, ну, возможно, собака жива, хотя уже, ну, как бы, надежды не было, но вдруг. Мы сказали, что если она жива, ей нужна помощь, мы ее отвезем к ветеринару и окажем необходимую помощь. То есть они сначала не хотели выносить, потом все-таки вынесли, вынесли нам мешок, пластиковый мешок белый. Там лежала собака, замотанная в покрывало. Осмотрев труп животного, зоозащитника увидели на голове раны от молотка и вызвали полицию в надежде привлечь к ответственности нерадивых хозяев. Оформлять материал приехали как патрульные, так и оперативно-следственная группа. Когда потребовала, чтобы они забрали труп на экспертизу, следователь сказала, что она не знает, куда отправлять на экспертизу, где этот труп хранить и вообще не понимает этой процедуры, процесса. То есть если с трупом человека все понятно, куда отправлять, кто будет проводить экспертизу, то с трупом собаки нет. А для того, чтобы довести дело до суда и осудить кого-то за преступление, нужно установить причинно-следственную связь. Поэтому экспертиза была обязательна. Труп мертвой овчарки под расписку на ответственное хранение забрали зоозащитники. Они же договорились и оплатили экспертизу. В итоге, после предоставления экспертного вывода, в Новобаварском отделе все же завели уголовное дело. Досудебное расследование, по словам волонтеров, длилось около двух недель, а накануне все материалы передали в суд. Следователь установил всех причастных. Следователями Новобаварского отдела полиции были открыты криминальные проведения за частью 1 ст. 299 Криминального кодекса Украины. Жорстокое погоджение с тваринами. Санкция данной статьи предпочитает до трех лет обмежение воли. Было установлено, что Харкевьянов попросил своего знакомого убитую собаку, на что останний погодился. Наразі материально криминального проведения направлено за обвинувальным актом до суду. Пообщаться с хозяевами убитой собаке не удалось, никто просто не открыл двери. По телефону от общения с журналистами они тоже отказались. А вот их соседи сообщили, мол, за несколько дней до этого инцидента они интересовались, как можно дешево уничтожить собаку, так как она была больна. А потом, по всей видимости, обратились к одному из бездомных, живущих под мостом. Жаркие споры вокруг холодного льда. В Харьковской спортшколе Олимпийского резерва разгорелся скандал вокруг самой потенциальной юношеской команды «Сдюшор-2005». Родители молодых спортсменов обвинили друг друга в том, что те ради собственных амбиций пытаются влиять на тренировочный процесс. Жаркие споры в раздевалке и на льду не первый месяц сопровождают тренировки хоккейной команды «Сдюшор-2005». Родители юных спортсменов разделились на два лагеря из-за личности тренера. Одни требуют, чтобы у руля оставался предыдущий наставник, который привел команду к успеху на национальном чемпионате. Другие уверяют, что при нем большинство ребят просиживало на скамейке запасных. Нельзя играть в хоккей 40 человек. Играют в лучшем случае 4 пятерки. Есть соревновательный принцип, есть лидеры в команде и все остальное. На них равняется вся команда. Так везде, во всем мире так везде происходит. И этот тренер воспитал этих людей. Они за ним тянутся, они ему верят. И следуют за ним. Получилось, как бы, в нашей ситуации получилось так, что школа пошла на поводу у меньшинства и сместила тренера. Тренер должен быть объективным. Это раз. Тренер должен быть детским тренером. Это два. У нас пришли ребята более-менее сильные из команды Донбасс. И какая-то появилась картинка игры. Ну, 12 человек ушло из команды. 12. За 3,5 года Яршовщины. Я называю им на Яршовщину. Остальных детей перспективных он держал на лавочке. Ну, хоккеисты знают этот сленг. На банке держал. А детям нужно давать играть всем. Это закон хоккея. Руководство школы решило поменять наставника. Часть родителей восстали против этого и даже решили перевести своих детей в другие команды, обвиняя руководство в школы в развале сыгранного коллектива. Но остальные родители и новый тренер уверены. Эти люди поддались эмоциям, заложниками которых стали дети. Я думаю, что упущено было какое-то время. И сейчас, я думаю, ситуация выравнивается. Потому что принимается соломонное решение, в котором будет назначен, назначает уже новый тренер Коробенко, который будет заниматься с этим возрастом, чтобы начать с чистого листа и построить отношения, наверное, более правильные. Прежде всего, вижу свою основную задачу. Мы учимся, учимся, учим детей играть в хоккей. Наша задача, скажем так, набросать детям максимальное количество инструментов, чтобы они умело могли ими пользоваться. И в этом я вижу свою ключевую задачу. Родители спортшколы говорят, они просто уверены в том, что новый тренер только улучшит результаты команды. Марина Николаева, Евгений Шинкаренко, Агентство телевидения новости. Полтора года ремонтов, замены оборудования и оснащения экипировкой. В Харькове открыли новую реконструированную пожарную часть. На 25-й пожарно-спасательной станции Сергей Якушин работает больше 16 лет. На реконструкцию ее закрыли еще в начале 2016 года. Она была в аварийном состоянии. Здесь была старая пожарная часть постройки 70-х годов, и она не соответствовала современным требованиям. Сейчас уже все по-новому, все по-другому, и мы можем своевременно выезжать. Также же компьютерная техника появилась, то есть все у нас есть. И свои задачи мы, я надеюсь и знаю, что мы выполним. Модернизацией в рамках реализации проекта «Поддержка Украины в управлении чрезвычайными ситуациями» занялась немецкая федеральная компания. На капитальный ремонт здания, замену оборудования и покупку новой экипировки было потрачено около 5 миллионов гривен. Как говорит управляющий проектом Кристиан Пошман, станция реконструировалась по образцу немецких. «Все то, что мы проделали, все то, чего мы достигли, соответствует всем международным стандартам. Мы смогли найти такую же часть в Германии. И хотим сказать, что немецкие спасатели пользуются таким же оборудованием». Теперь в распоряжении 25-й пожарной станции новые комплекты спецодежды, дыхательные аппараты, пожарные рукава, контейнер для хранения дизельного топлива и многое другое. По словам заместителя начальника ГСЧС Украины Руслана Белошицкого, эта станция является первой среди реконструированных в Украине. И в дальнейшем сотрудничество с Германией будет продолжаться. В Харьковском регионе реконструируют еще несколько пожарных станций, добавляют Белошицкие. И отмечают, что в дальнейшем, помимо оборудования, будет обновляться и автопарк спасателей. Александр Анжиренко, Евгений Шинкаренко, Агентство телевидения Новости. Сборная Украины по футболу уже тренируется в Харькове, готовясь к матчу против сборной Турции в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2018. Один из лидеров украинской сборной Евгений Коноплянко по прилету в Харьков попытался угнать машину, на которой его встречали. В Харьковский аэропорт несколькими рейсами, как внутренними, так и международными, прилетели ведущие украинские футболисты, вызванные главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Все, кроме Андрея Ермоленко, который в день прилета подписывал в Дортмунде контракт с местной Боруссией. Украинскую сборную ждет в Харькове 2 сентября матч отборочного цикла чемпионату мира против сборной Турции и 6 сентября поединок в Рекиавике против сборной Исландии. От результатов этих матчей во многом зависит, пробьется ли национальная сборная в финальную часть чемпионата мира. Да, это ключевые игры, но, я думаю, нужно хорошо подготовиться, и все в наших руках, это главное. Вы забивали туркам, знаете, как подемник их. Главное, чтобы был результат, это самое главное, кто забьет, я думаю, это уже не так важно. В сборную всегда приятно приезжать, наш язык все-таки как-то по-домашнему, и все, и поэтому всегда приятно. Ответственность большая перед... Конечно, сейчас, думаю, тоже, ну, ничего страшного, мы должны правильно подготовиться, и думаю, все нормально должно быть. Рейсом из Варшавы прилетели в Харьков 4 футболиста сборной Украины. Руслан Ротань и Эдуард Соболь из чешской славии, Евгений Шахов из греческого паука и Евгений Коноплянко из немецкого шальки. Рейс опоздал и прибыл практически впритык к запланированному началу тренировки сборной Украины. Пока водитель машины, которая должна была везти этих четверых футболистов, расплачивался за стоянку в аэропорту, Коноплянко, опасаясь опоздать на тренировку, пересел за руль и поехал. Правда, вряд ли ему удалось уехать дальше шлагбаума выезда из аэропорта, поскольку карточка оплаты за стоянку осталась у водителя. Ну а первая тренировка сборной Украины в Харькове была посвящена тому, чтобы привести к общему знаменателю функциональное состояние игроков, которые получили накануне разную нагрузку в своих клубах. Виталий Лапскир, Юрий Васильев, агентство телевидения новости. Вы смотрели новости АТН. Больше сообщений на нашем сайте atn.ua. В студии работал Александр Тихонов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова